У прямой две избы на расстоянии 50 метров одна от другой. В какой точке дороги надо построить колодец, чтобы сумма расстояния от него до этих изг была бы как можно меньше. Итак, есть две мышки, 50 метров, и где-то здесь мы собираемся строить колодец. Нас интересует сумма адресов АК и ВК. Скажите, пожалуйста, где имеет смысл строить, чтобы эта сумма была бы самой-самой маленькой возможной? По середине, да, один, ответ еще, да. Мне кажется, где мы построишь все равно, где-то брали та же... Как ни странно, ответ не верит. В этой задаче есть некая маленькая, но ответ даже не верен. Давайте, понимаете, послушайте. Есть прямая А, В, да? Между точками А и В расстояние 50. Вопрос, где, напрямую, можно построить колодец, чтобы сумма была бы как можно меньше. Ответ в любом месте не верен. Вы догадаетесь, совсем просто. Да? А что вам? Если с вами, то все равно получится. Вот не всегда. Да? Не рядом с одной из исков. Совсем рядом с одной из исков. То есть вот здесь, да? Или вот здесь? Не верен. Тоже ответ не верен. Да? Матан? Это уже говорили. Но на самом деле не только. Какой точный ответ в этой задаче? Да не верный. А вот не обязательно. Если колодец двинется, не знаю, там, на сантиметр налево, что произойдет с этими величинами? Они чуть-чуть поменяются. Как они поменяются? Между точками А и В расстояние 50 метров. Это понятно? Понятно. Дальше. Где на прямой можно взять точку А, чтобы сумма расстояния АК и КБ была бы как можно меньше? И, кстати, чему равна эта самая минимум? Чему равна? Метки 25. Посмотрите, понимаете, минимум чего? Длина отрезка АК в сумме с длиной отрезка КБ. Да, что? Сколько всего колодцев можно построить? Сколько колодцев можно построить? Построить нужно один. Чтобы сумма была бы... Вопрос в другом. Нужно понять, в каком месте его можно строить. Да. Если посередине, какой будет ответ? 25, неверно. Спрашивают про сумму для АК и КБ. Не может сумма равняться 25. Да. Не слышу. Мне тут подсказывают, что сумма равна 50. Ну, может и 50. Почему? Да. От 1 до 3 до 2 до 20. В сумме 50. Можно. 10 и 40 тоже 50. А еще где? От 10 и 49. Что? От 10 метров от 2. 1 и 49. А как же все это сказать точно? Ведь одной фразой. Где можно построить колодец? Везде. В любом месте напрямую. Ответ не верен. Можно построить колодец в любом месте напрямую можно построить колодец? Не в любом месте. А где нельзя? Да. В любом месте... Почему? Очень удобно. Прямо у тебя дома колодец удобно. У меня дома кран с водой есть. Очень удобно. Не или нет? Как раз там где А построить можно. Да. А мне где откроют около дома? Почему? Мы с вами так говорили. Не понимаю. Ребята, еще раз повторяю условия задачи. Есть у нас отрезок. Отрезок А, Б. Мы только что решали похожую задачу. Более того, я специально дорисовал ее условия, что называется примерно в том же месте, где вы проявили самые неравидные треугольники. Но у вас у большинства уже все. В предыдущих кадрах вы шел и спалите, все вы его уже не помните. И считайте, второе вопрос. Всего здесь 50 метров в ходе. Мы взяли напрямую А, Б, точку и спрашивали, где надо брать точку, чтобы сумма А, К, Б была как можно меньше. Прямой, а нельзя строить наискосово? Вне прямой строить нельзя, да. Почему нельзя строить там, где мы? Почему нельзя строить? Можно, будет 50 метров. Точка К будет вот здесь, будет 50 плюс 0. Или здесь вот будет, там, я не знаю, там, 49,9 десяток плюс 1 десятый. Почему нет? Вы забываете. Ребята, вы слышите то, что я вам говорю, но на самом деле не слышите, а слышите что-то такое свое. А, Ю, вы не различаете слово отрезок от слова прямая. Давайте обсудим. Есть отрезок А, Б. Это вот что такое. Это точки, которые лежат между А и Б. А есть еще вся прямая. То есть слева от точки А и справа от точки Б. Это тоже прямая. Нельзя строить левее, чем А. И нельзя строить правее, чем Б. Дошло? Поскольку речь задачи шла о прямой, то ответ такой. Где угодно на отрезке строить можно. Точка К, точка отрезка А, Б. Между прочим, это обозначение хорошо позапомнилось. Когда в квадратных скобках написаны две точки, то это отрезок. Ответ. Это все точки отрезка А, Б. И чему при этом у нас будет равна сумма 50-конечек. Просто сумма длин вот этих двух отрезочков, это, конечно, 50. А если я возьму и все точку К на какое-то расстояние сдвину сюда, построю колодец. Скажите, пожалуйста, если я ее сдвину на какое-то расстояние икс, понимаете ли вы, что здесь будет икс, а здесь будет 50-конечек. Замечательно. То есть ответ будет такой. 50 и еще двойный вот этот ответ. Договорились? Да. Договорились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!